Плохо слышно. Не слышно, да? Да что-то плоховато слышно. Ну-ка я поближе сяду. Нет, нет, на самом деле плохо слышно. Совсем почти не слышно. А что там у вас? Посмотрите, у меня нормально тут. Что-то у вас и веки пока... Не слышу ни одного слова. Посмотри еще там. Серега, глянь это на меня. Еще у меня тут неладно. Подожди. У вас все ладно? У меня все ладно, да. Глаза такие покрасневшие. Я утром то вижу, что вы уже здесь. Тогда я же скажу, что и... Ну не звоню. Вообще не слышно. Печен говорит. Почти не слышно. А сейчас... О, сейчас нормально. О, слава не будет. У тебя это... Еще веки вроде покраснели сильно. А? Веки, веки казалось покраснели что-то сильно. Ну... Приболел. Приболел. Да уж... Мы тут не знаю как. Хлопощем. Чтоб Господь то услышал. Нарайся. Сейчас я... Я настраиваю тут. Сейчас, секундочку. Я что думаю, надо... Надо... Надо видео сделать такое... Ну, о поездке. Так, что сделать? Видео о поездке. Видео о поездке? А как это? Ну, я... Я буду вопросы задавать такие там... Кое-какие наводящие. Вот. И будем вести так беседу. Я потом из этой беседы сложу... Видео. Ну, давай. Так вот, как раз эти вопросы-то вы от кого-то получаете. И вы их озвучиваете. Сейчас, Инатих. Сейчас я настрою все тут. У меня что нужно. Пока этот ваш дятел то спит за стенкой. Да он что-то примолк уже. Ха-ха-ха. Ну, обычно каждый день. А вот видишь, как действует. Сейчас, секундочку. Я тут настройку веду. Надо, я начал страницу подготавливать. Ну, с информацией о поездке. Да, помаленьку сейчас после Нового года. Нам надо серьезно же думать. Искать ставку, где будет. Ну, а остальное... Будем опять умолять Господа, чтобы произошло. Так что у нас та же самая команда. Три человека и собака. Думаю, тронемся мы в конце мая. Хотя бы дней за пять. Так, чтобы с числа десятого пересечь границу. Уже непосредственно в Греции. В Шенкенскую зону войти. Сейчас, Ивантик, сейчас я отключусь. Мне нужно проверить видео и звук, чтобы нам впустую и не записать. Ну, давай. А, нет, я отключаться от видео не буду. Сейчас пока говорить. Я просто проверю. Ну, я что тут? У меня бурная переписка с Сергеем. С священником Додином. А сегодня этот, который второй Додин, под номером два. Председатель там этого общества Спас Санкт-Петербурга. Он уже назначил время. Ну, когда выбрать сегодня вечер будет. Запись будет хорошая. Должна быть. А Сергей Додин тут начал приоткрывать. Меня больше всего интересует именно момент, когда человек делает поворот. У него вот это когда было. И он теперь все начинает анализировать. Ну, просто я об этом молился. Что трогать патриархию. Это истина в конечной инстанции. Это был писатель Алексей Толстой. И он говорил. Вся истина находится в ЦК ВКПБ. Вот у этого точно так же. Но. Я интересовался. Что его тронуло. Это такой-то резкий поворот. Это одно из чудес, которые у меня были в 2013 году. Это вот священник Додин. Такое было у него неприятие. Так он разошелся. И вдруг. Ну, один из самых близких сделался. Мы переписываемся просто. Он там такую работу сейчас ведет. Начал делать записи занятий. Все показывать. Оказывается, у меня есть такой ролик. Яша Плащин. Ты его не видел? Видел. Видел. Я никак не думал. И кроме того, он же из Томска. А в Томске там от отца Геннадия племянник обратился. Тоже немец. Михаил Фас. Хороший батюшка. И нашу беседу у него на доме возле храма. Я не знаю какая-то. Ну, я был когда там в прошлом году. В 2012 году. И все записали. И он на нее натопнулся. Тем более, он его знает. Он рядом. И имеет очень сильное к нему доверие и уважение. И у него тут вот началось теперь. Я вчера даже ему написал. Знаешь, ты маленько оглядывайся. Потому что одинаковую заплату получали, которые ходили с Давидом. И которые в обозе оставались. Они тоже нужны. В обозе. Вот. И он уже прямо вплотную подошел. Так неправильно все крещено. Братьям-то говорит. А как? Идти по домам, свидетельствовать, что мы неправильно крестите. Приходите, чтобы вас прикрестить. Я говорю, ты смотри. Остановись пока. Дальше не идти. Он ревностный такой. Ну и ведет занятия. Запись только повернули. Камеру наставили. И никуда. Нигде не поворачивает. Я говорю, ну вот это вот недостаток. Библия. Он в электронной версии. Нет. Библия должна быть в книжном варианте. Самой крупной. Чтобы шелестели страницы. Листать. Он одно слово сказал против. Я говорю, а эта аппаратура пусть рядом будет как поисковик. Люди должны видеть Библию. Я показываю. Вот книги. Летел ангел по небу, нес вечное Евангелие. И везде слово книга встречается. Мы должны все-таки оригиналы придерживаться. Хотя много вариантов. Но с людьми, когда занимаетесь, все-таки приучайте. Книжный вариант это тот, который не зависит ни от электричества, ни от интернета, ни от кого. Один листик. Как в заключение. По листику Библию разобрали. У каждом лагере, отряде, чтобы было несколько от Библии. Он сразу согласился. У нас спора вообще нету. Нисколько. И он там с кем занимается. Он такую, понимаешь, встретил, что у них какие-то там легионеры трудятся в храме-то. И будто бы они из Франции. Ну, конечно. Для меня-то это. Как раз. Начали говорить. Они говорят согласны. Я говорю, мне в Англию как пройти. Нам надо на день только. Национальную библиотеку. Ну, конечно, если бы на три дня. Мы бы в Шотландию там заехали. В Ирландию везде там. Вам приговорю. Они говорят, могут сделать. Помолись об этом. Это для меня приоткрылся шибер. То есть задвижка. То, что у нас еще сегодня невыполнимо. В Англии трудно открывать визу. Говори. Сейчас вот я настраиваю чуть-чуть. Ну, как только настроишься, тогда я не мешаю разговором-то? Не, я слушаю. Ну, вот я опять вернусь к господу Сергею. Он показал первый урок, как они вели. И, ну, некоторые священники против записи. Я говорю, на это никогда не надо смотреть. Абсолютно. А из-за чего они против? Боятся. Как бы кто не увидел. Это как-то я был в Тобольске тогда. У меня брат был там в Тобольске. Отец таким настоятелем-то. Ну, я пришел, постоял немножко. А он крестить вышел. Батюшка. Два парня. Пока он вошел в алтарь там бутыльки-то свои собирать, мазать-то, я подошел к ним и... А вы верующие? Он говорит, да ну как. Ну, бабушка велела покреститься. Меня в армию призывают-то. А ты что? Ну, это мой товарищ. Мы с Генкой всю жизнь вместе. Я говорю, а кто такой Христос? Он на другого друга... А кто такой? Он говорит, ну, какой-то инопланетянин, наверное. Батюшка, ты выходишь, я ему это высказываю. Кого ты крестишь-то? Ты хоть две минуты-то им скажи, что Христос истинный Спаситель, Бог. Ни слова. Так, батюшка, я не ждал. У меня такая реакция была болезненная. Он буквально забежал в алтарь и брату говорит, а чего ж теперь со мной это будет? Он же ведь расскажет нашему архиерею. У него забота теперь, чтобы от кормушки не оторвали. Вот что главное-то. И вот отец Сергий об этом говорит, что это все у нас такое. Все такое, где просто надо ворошить. Я ему где покажу, где там против в интернете говорят. Ну, а кто сказал? Они без имени, манкурты. Ни имени, ни отчества нету. Ничего нет. Вчера какой-то епископ. Уже я спать ложусь, раздеватель-то и вдруг выставили, которые посередине работают с контакта. И он откуда-то содрал из интернета. Я давно это считал. И на меня. Я говорю, вот тебе на. Я спать ложусь. И тут страхи такие нагоняют. А что? Скайп? Скайп? Скайп, да? Нет, не скайп. Он, ну, который в контакте работает, мои друзья-то. Они, я-то контакты не вижу. Они берут, ко мне переставляют. Вопросы и ответы вот на форуме, которые-то. Ну, епископ-то меня выплеснул там. И такой где-то. А там в интернете никогда не подписываются. А этот епископ, Дмитрий, такой справный, прям понравился. Я говорю, такую беду из-под Дмитрия на меня на ночь глядя накатили-то. А ни одного слова нет у него, которое свое-то. Они вокруг пляшут. Главное, вот я гляжу, которые воюют. А на мой лыры-то там же все фотографии выявляются, кто пришел-то. А они пастутся день и ночь у меня здесь. А я такие материалы еще выставил тут. Почему на меня вешают всех собак? И там беседа. А вот это воскресенье было занятие о семье. В конце я там Остепаненко сказал. Так пишет мужчина, там Юра этот, Соболев. Соболев с Красноярска. Для нас с женой смотрим очень и очень полезно. Я тогда сел и заново переслушал это занятие. Но действительно там вопрос женской семьи касается. Ну есть о чем поговорить. Я фильм этот делаю. Я там сейчас его отредактирую. Я выставлю такие моменты. Самые основные такие моменты. Самые важные. Вот и я выставлю. Он такой тоже будет недлинный фильм. Интересные там вопросы затрагиваете тоже. А вы там это выставляете на новом форуме-то делаете-то. А я каждый день захожу, они по маленьку продвигаются. Уже пошли. Ну дальше. Букву Л прошли. Там М. Я сам-то считаю вопросы. Мои вопросы-ответы и не могу из них вылезти. Начинаю считать и целый час пролетел как минута. Это не мои ответы. Это настолько выше моего уровня развития. Вот стихотворения какие бывают. Это не смотри там форма как-то не сходится. Самую внутрь. Суть загляни, что там заложено. Я смотрю. Я смотрю все. Конечно, все это не одним умом делается. Да. Игнатий Тихотич, ну вот сейчас, сегодня уже видимо и Господь подталкивает. Сегодня уже один человек. Но он видимо к вам тоже в друзья зашел. Такой некий Вячеслав тоже. И вот меня подвинул на это. Тоже вот хочу перечислить деньги на миссионерскую поездку. Вот. И он перечислил там уже. Есть такой Киви кошелек называется. Интернет кошелек. Вот я начал уже туда. Буду выставлять реквизиты. Вот эти все электронные кошельки. И будем туда собирать деньги на поездку. Так, Сергей, по минутку. А нельзя сделать эти, которые данные реквизиты дают мне на Сбербанк? Я никуда не хожу. Для меня будет это под вопросом все. И на тех, ходить никуда не надо. Они будут собираться. Вы за всем будете следить. Все будете контролировать. Как только у вас появится желание, мы их переведем сразу на счет. Я бы вам кину сегодня, чтобы у вас всегда под рукой был. Мы ее выставим там. Мы ее на странице на этой выставим. Все. И у вас будут пароли ко всем делам там. Вот. И там любой сможет снять. Ох, это важно. Вот скажите. Вы сейчас накал собьете. Как там в интернете воюют? Да кто снабжает? Это миллионы дары делают. Ну за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Это чего-то стоит. Такие поездки. И они мне все. И ЦРУ, и мусульман, и не знаю кого. А вот я скажу. Совершенно человек парализованный. Вы снимете с меня маленько этот накал-то. Они вокруг меня, не знаю как, общипали меня за последние дни. Игнатий Тихович, вот я сделаю страницу. Вот на этой странице будут выставляться конкретные. Понимаете. Но если человек не будет конечно желанием называться, то мы не будем называть имя. Но будем каждый перевод будем отслеживать. То есть будем выставлять информацию, что это человек, откуда он, как он узнал, понимаете. И ради чего он помогает. То есть вот таким образом максимально все открыто. То есть любой, у кого возникнут подобные вопросы, сможет обратиться к этим людям и узнать. Понимаете, в чем делается информация. Все максимально открыто. Так что касается относительно денег, обязательно сделать такую приписку. Я принимаю только от тех, которые на 100% и бывают с присыпкой. Верят, доверяют, что я не шарлатан, я не пропью, не проем, не проблужу, не проезжу по пустоте, где не надо. То есть он дает не мне. У меня ни одна копейка не попадает. Я дорогой, даже мои братья со мной мучаются. Иногда они купят рыбу, когда разрешено, а я даже не ем. Они едят мороженое, бывает дорога длинная. Я никогда не беру, в рот даже не беру. То есть они это берут на свои деньги, которые дома заработали. К этим деньгам вообще прикосновение. Деньги идут только на благовестие, на путешествие, на бензин и на остальные там, где требуется. Открыть визу и прочее. Ну, с вашего позволения, я буду от вас, потому что люди будут ко мне обращаться, но в большинстве с вами я, конечно, буду к вам отправлять их в каких-то случаях. Но вы мне порадуете тоже задавать такие вопросы, откуда деньги и почему человек желает пожертвовать на это дело деньги. То есть открыто, чтобы человек говорил, я заработал эти деньги, я их не украл и не заработал незаконным путем. По сегодняшний день пока, которые люди помогали, они делаются друзьями по сегодняшний день. Вот бывает придет и идет, ну разные там всплески. У тех, которые уже участвуют в деле благовестия, еще пока ни одного случая не было, чтобы эти люди изменили свое отношение ко мне, к нашему делу. Ни разу. Вот что значит стать соучастником. Такой человек сегодня этот, вот Вячеслав, он мне пишет в мейл.рум. И вот, и уже мне там, давай, а он из Воронежа тоже. Он живет, я живу на емке, я говорю, он на правом. Он говорит, давай я приеду, чего там тебе надо, все поделаю там по дому, какие там дела надо, чего. Я говорю, о, да мне надо, приезжай, конечно. А вот тут он может вопросы задавать, только скажи, чтобы у тебя вопросов хватило, хотя бы на час. Ну, вопросов, какие они вопросы, будем по социальных вопросов, значит нам нужно для начала узнать, куда состоится поездка ваша в 14-м году наступающая. Ну, я объясняю, вы легко запомните. Москву нам не именовать, едем в Москву. В Москве мне приходится, может быть, даже не в одном храме проповедовать. Все это московская патриархия, никакие там другие, нигде нету. Встречаемся. Главное для нас там, это 200 метров примерно от храма Христа Спасителя, набережный вал Данилов, называется Берсеневский храм. Игумен, отец Кирилл Сахаров. Дальше мы, вот где у нас будет ставка, это нынче должна быть или Смоленска, или Калуга, или уже немножко как бы затруднительная Тула. То есть в районном даже центре для нас было бы легче найти ставку. И оттуда теперь мы, конечно, мы задерживаться не будем, если мы визу откроем с 10 июня. Это через Белоруссию или Украину, тут два пути идут, через юг, нам охота зайти в Воронеж, где мы были, Ростовскую область, где в этом году еще, это последний день в году, ставка была. И дальше мы идем, главное пройти нам Румынию, ее так и не приняли вроде бы еще в Шенгенскую зону, и войти в Шенгенскую зону через Грецию, нас там ждут. Ну, в Греции, ясно дело, мы договоримся, чтобы на Афоне побыть, и там уже людей собирают, и монашествующие, и священники, уже все договоренность, там наши люди. Наши люди, которые жили в Потеряевке, она гречанка, туда уехали. Очень хорошее отношение. А от них уже, Даша, она дальше с нами хотела поехать еще и возьмите меня с собой там в Италию, дальше переплывать в Италию. У меня мысль такая, что это 60 евро за каждого платить, да груз, собака, правда, бесплатна. Нельзя ли нам в море-то это объехать-то? Говорят, никак. То есть не советуют. Но почему? Ну, там Хорватия, ну мы, если Шенгенская виза будет ни разу у входа, а Хорватия не входит, мы как бы выйдем и опять зайдем. Ну, не советуют. Но я должен получить точные сведения, почему нам не советуют обойти вокруг. Потому что, ну я сижу в машине, мы привыкли, тем более там два государства, они прямо на задворках остаются. Нам и в Хорватию охота попасть-то там. Там все до одного мелких государства, до Лексимбурга, мы все должны посетить. Ну, а из Италии там, ясно дело, поднимаемся сразу мы. У меня желание сделать подарки папе Франциску и Венедикту, который сейчас есть. В Монако зайти, главный горный дом мира. То есть и везде сделать подарки. Ну, а дальше Франция, Испания, Португалия. До Атлантического моря дойти, а в Португалии тоже уже нашлись, во Франции нашлись, которые могут даже ждать нас, собрать народ. Меня интересуют библиотеки национальные, даже не только главные, но и какие-то большие города в этом государстве. И диаспора, рассеяние русское, перед русскими выступить. Но вот где это и как будет, только после Нового года мы начнем уже конкретно по адресам работать. Ну, а дальше мы думаем так, если только откроется через отца Сергия Англия, в Англию попасть. Нам и нужно там только в национальную библиотеку, на больше нельзя. Ну, на такое не дают визу. Но если они добьются, что виза будет зайти туда, ясное дело, что мы там и в Глазков, и какие там есть большие города в Англии пройдем. Это было бы шикарно, конечно. Там много русских, перед ними выступите. Ну, а дальше, как мы выйдем, тут по кромке мы тогда пойдем подбирать все, которое мы не захватили в прошлый раз. В Германии у нас большая остановка будет, там наши люди живут. Там привести себя в порядок, помыться и прочее. Там они очень хорошие. Принимали крещение, приезжали уже два раза оттуда у нас, полное погружение. Ну, и пройти по северу, через Данию, войти в Скандинавию. В Скандинавию, ну что там, Финляндия, Норвегия, вот тут уже все. Проходим мы, возвращаемся и входим через Финский залив в Прибалтику. А в Прибалтике это там Литва, Латвия, Эстония, центральные города. И мне очень хочется побыть в Латвию, город Венспад, где было мое обращение. Войти в тот дом, в то место, где я получил откровение от Бога и переменилась моя жизнь. Получил Евангелие, Библию. То место, где я проповедовал у них, был и на берегу моря, где наш корабль стоял. То есть и в библиотеку подарить полный комплект, полный. Город Венспад. Там моя духовная родина. Ну а дальше мы выходим, если еще книги останутся с собой, там сразу кинуться в Санкт-Петербург и к Мурманску, пройти до самого севера. А потом к своей ставке. И по северным районам и чуть по югу, вот здесь у нас главное. Мы даже посетить будем не менее 130 городов и районов и центров. Это все. И дальше разворачиваемся домой. Цель нашей миссии дать знать о Христе, потолкование святых отцов. Я еду не один. Со мной едут 38 моих детей. Я имею ввиду книги. И вот когда, ну у меня опыт-то не один день, а 51 год. Если мы приходим и ничего не оставляем, просто поговорили, писать по воде, как Кирилл и Мефодий говорили. Первый вопрос стоял, есть ли у них азбука. У этих народов, куда мы идем, есть азбука. Дальше. Самое главное сокровище, которое у меня есть на сайте и на форуме, это 4124 вопроса и ответа. Все остальное можно перенасчитать. Могут составить фильмы. Ну не такие, конечно, но не в этом дело. Но ответы дать, я отвечаю за свои слова, никто и никогда их не даст. Почему? Это моя биография, она вложилась вся туда. Она настолько необычная. Их просто нету. Даже у меня священники сидят и вопросы у меня вывалены, 3000 вопросов на бумажках в университет задавали. И он выбирает, сидит, вот а как бы я ответил? Я отвечаю. А иеромонах сидит и печатает, 10 пальцами, на фанаил тогда он был. И он, батюшка, да опять я не так ответил. Ну а ты говори против. Да как против-то, когда вы... То есть они не могут ответить. Даже самые хорошие, они не смогут ответить так. Почему? Они связаны. И они это все понимают. Одно лишнее слово, и они его без остатка, ни жуя сглотнут. Меня они не могут трогать. Я абсолютно неуязвимый для них. Они меня обложили всякими эпитетами, как Александр Мень говорил, как в зарубежной поездке чемодан обклеенный-то. А ничего не могут сделать. Это моя жизнь вложена в это. На 100% экономия и ничего себе нигде не иметь. Вообще ничего нету, ни копейки. И вот на этом фоне уже все остальные ответы я ей даю без пригляда к кому-то. У меня два цензора, Бог и совесть. Священописание. И чтобы книги назывались «Открытым оком во свете Библии», таких книг тоже нет с такими названиями. Ну а тут заложен весь смысл. И мы едем для того, чтобы дать людям эти книги. В книгах все. Я уезжаю, а они начинают теперь работать. И у меня, когда я захожу в библиотеку, у меня задача одна – вызвать доверие ко мне, как к автору. Поверить, что я нигде не слукавил, никому не подыгрывал, ни руководителю государства. Ни патриархии никому, ни разу, нигде. Это, говорят, невозможно. Но вот Бог так дал, что это возможно. И теперь эти книги, они мне уже сообщают в Национальной библиотеке, благодарности пишут. Они у нас на первом месте. Приходят читатели. Лучший показатель нужности книг – это то, что они исчезают, воруют с прилавка. А теперь запросы делайте иногда, выслойте, дополните. Ну, у меня книги-то всего по тысяче экземпляров, не считая Новый Завет и к истинному православию, повторно вышли, которые для Слова Божия нет ус. И перед ними в библиотеке приходят люди, они их там собирают, правда, это не везде так, и мы выступаем. Дальше, где приходится ехать, возможность только такая есть и наши люди. Везде собираем народ русский. И мы рассказываем им, отвечаем на вопросы. Главное – это дать понятие о Христе и о Библии. Скажу, что вот сейчас много убивают священников в России, сообщение целое уже там в веренице идет. Это тоже знамение какое-то. Тут я вспоминаю слова Александра Невзорова. Он говорит, я не хочу, чтобы наступили времена, когда попов снова с колокольни вниз головой будут спускать. А они все гонят и гонят к этому. Гонят. Эфир буквально переполнен клокочущей ненавистью к ним. И везде нос сует, везде структуры лезут и с властью. Почему Христос никуда не лез, апостолы не лезут? Все спрашивают. Я ничего не могу ответить. Вот я сейчас поставил одно, перетащил от царской власти. У меня на Майл.ру, прямо на первой странице стоит. Я даже не знаю. Но видно, что он не патриархийный священник. Или отошел от патриархии дня два назад. Ну, весь он такой. И люди просто поносят. Я задал вопрос, правильно он говорит. Мы едем для того, чтобы людям дать знать, жив Христос, жива церковь его и конкретно православная. Нам везде говорят, где вы были столько лет? Тут таких только не нанесло. Почему вас нигде не слышно, не видно? Но теперь слышно и видно. Мы вышли. И мы можем конкретно по делам показать. Самая большая неприятность в России везде, это священники-попы. Где они есть? Ничего не знают. Они встают, просто цунами воздвигают. Всякие пакостные слова говорят, людей натравлюют. А после, когда с ним разговариваешь, ты это делал, делал. Зачем же ты это делал-то? Ну, простите. Простите, перейди залежи, найди тех людей. Найди кого-то отвратил. Тебе никогда это не сделать. Мы едем не только для того, чтобы сказать, но чтобы на нас поточили зубы. И увидели, кто они. Встречаясь с нами, они внезапно открывают, что они неверующие. Мы, говорят, впервые это встретили. И везде все впервые, впервые. Поэтому нашу поездку, ее нельзя не повторить. Ее такое не было и не будет никогда. Мы прошли от находки Владивостока. 444 места посетили. Это ни два, ни три. И везде, ну, примерно, вот так мы делаем. Тогда начинают, а вы о себе говорите. Это люди-завистники, я скажу, кто это говорит. Бестолковая немощь. Они не понимают, что говорят. Я прихожу один, или я прихожу с тем, кого я к вам устраиваю на работу. 38 сыновей, дочерей. Я должен в течение 10 минут получить абсолютное полное доверие к себе. Я везу визитки, раздаю, чтобы раздавали людей, приглашали. Когда начинает против говорить, а заходим, я плохо слышу, Виктор Савченко говорит. Ну, не поймешь там, как они, люди, колышатся, библиотекаря. А когда, говорит, автор здесь, автор привез, мгновенно обстановка меняется. Мгновенно. Да вы меня задержат чуть ли не обманным путем. Подождите маленько, тут директора нет. А гляжу, они созваниваются, звонят. И когда мы заходим, зал пустой был, у них библиотечный большой, уже людей полно. Они библиотекарь из разных сторон созывают в это время. Ну, еще 10 минут, ну подождите, у нас тут совещание будет. Я видел радостные глаза людей. И выходят, провожают, и мало того, просят поцеловать. Это что-то стоит. Для такого чучела, как я. Знаете, что человек, не знающий, небольших книг, скажет, что нам нового можно узнать вот от этого человека, если мы, у нас есть Христос, у нас есть Евангелие, есть Библия, Ветхий Новый Завет, что нового он нам может открыть в своих книгах. Отвечаю сразу. Если я ответ понимаю, я просто даю знать, что до концовка мне уже известна. Приезжаем мы в город. Ну, большой город, потому что не хочу просто называть, но мог бы и назвать. Город Ишим, Тюменской области. Встречаюсь с епископом. И он как бы сетует и говорит, вот отдали книги, да, книги-то хорошие, сами печатают в библиотеку. Там Феофан Затворник, Игнатий Брещанинов, другие. Библиотека вернула. За год никто в руки не берет. Ну, как так? Ну, стоят на полке, сами проверяем, они стоят и все. А Игнатий приехал, Лапкины книги из рук держат. Почему? Что он важнее? Я говорю, не важнее. Потому что Феофан Затворник у меня в книгах. Но он мною показан в свете нынешнем. Слово Божие живо и действенном. А они там, которые говорили, говорили там сто лет назад, они говорят все правильно. Но вопрос-то в другом стоит. Евангелие есть, да, Евангелие? Нет, пока тот Библия стоит и показывает рядом Харр Марс, Фридрих Ангес и Ленина. Прям в одну... Я даже сфотографировал. На одной полке. Ну и что? Ну, надо толкование. Ну, у нас же блаженный пепелакт есть, но они люди его не считают. А вот слушай самое дальше. Евангелие есть, толкование есть, и книга стоит мертвая. Ну, а почему? Ну, вы сами подумайте, почему. Слово Божие живо и действенное, проникает до разделения духа с отставов и мозгов. В эти книги издали и так, что они не считаемые. А как это может быть? А так. Я вот издал, мне Господь это дал. Симфонию на неканонические книги Святой Библии. Да, конечно, издавались. Издавались. Все до одной, я думаю, до одной, какие были изданы неканонические книги. Симфонии, я имел их, смотрел. Ни одной нет профессионально изданы. Ими пользоваться нельзя. Они по разным падежам, по разным глаголам не могут свести в одно. Человек не может найти. Я за это дело сел. Да, ушло несколько лет. Ее можно издать лучше, только увеличить буквы, ну, пообъемнее. Но я сделал обыкновенный размер-то. Вот здесь. Я что сделал? Это Господь сделал через меня. Я поставил задачу, чтобы книги, я знаю, что лучшее толкование для меня, я вел его больше 20 лет в университет, а всюду по блаженному фифилакту. Она должна иметь комментарии. Да как это можно? Так можно, выпросить у Бога надо. Какие комментарии? Комментарии не к Евангелию, а к толкованию. Где он, я взял два пункта, где он говорит о необходимости знать Писание, Библию. Что тут не ладно-то? И о необходимости благовествовать, проповедовать. Два момента. Теперь. Я все это имею. И теперь начинаем делать так. Все это благодаря на Фанаилу Судникому, который там меня исследует потом. Я ему благодарность перед Богом до смертного часа, чтобы он не погиб. Сколько он добра сделал. И что я делаю? Я ему считаю. Где только говорится толкование о Библии, мы делаем крупным жирным шрифтом. Ну, вы увидите там ваши трехтомники, которые у вас уже есть. И теперь я даю комментарии на сегодняшний день. Или расширяю другими святыми отцами. Или о том, что это не делается. И почему не делается. И выступление Фефана Затворника. И все. И когда священники это берут и считают, считают только блаженную фифилакту. Они, несмотря на мои комментарии, не говорят. Так у меня блаженную фифилакту есть, а этого там нету. Я говорю, ты уверен? Что у меня? Книга стоит все годы у меня. Я как священником стал. Звонит. Так у меня тоже то самое есть. А почему же ты говорил нету? Не знаю. Потому что мертво стояло. А теперь меня прямо зашевелило все это дело. Вы высветились, сделали буквы жирными. Если бы, может, я другим светом сделал. Вот такое дело. Для чего я это делаю? Для того, чтобы все заговорило до разделения души и духа, состава мозгов. Евангелие есть. Библия есть. В пачками вывозили, давали и выбрасывали. Ну, приезжают. Они как раздавали? Заходят в предприятие. Так, вы не против Евангелия получить? Ну, свобода. Да, сколько человек у вас здесь? Да у нас коллектив небольшой. Тут всего 70 человек. Вы 70 Библии примете? Да, они с мизанками завели. Ну, куда? Ну, положите вас здесь. Положили. Ну, эти идут дальше. Дальше они не знают, что с ними. Они лежат. Начальник говорит, вот Библии привезли, кому надо, берите. Распечатали пачку, берут несколько человек, а остальные лежат. Проходит время, начальник-то хороший, плановый отдел. Он распланировал на всех. А оказаться, не все. Берет не больше третьей части. Две трети их невостребованные. Наконец, начальник говорит, я не знаю, делайте как хотите. Уборщица. Мне-то надоело передвигать с места на место. Их вывозят на свалку. На свалку. И теперь оттуда люди приезжают, мне говорят, мы Библии начали, а я узнал, кто это и какая организация. И почему так? Я узнал, что это делать не один, а другие никуда не увозили. Просто вытащили и в мусорный ящик положили, а тут сожгли или еще что-то. Там часто в этих баках горит. Мы желаем оживотворить. Сегодняшним. А имея вот этот, я скажу, как это есть, отданного Богом, увидеть, прозреть. И это высказано в книгах. И они сегодня нужны. Нужны так, как может никакая другая. Я знаю, что эти книги, как мне пишут многие, они опередили на целое столетие наше поколение. Если говорят о возрождении России, вот это как раз и потребуется. Если говорят о сохранении веры в Европе, это как раз потребуется. Вот сейчас как раз разговор слышу, ведут, но еще не на таком уровне. Его пробовали переводить на другие языки. На английский сидели переводчики у меня дома даже. Вот какая наша цель и почему эти книги нужны. Тут еще важно подчеркнуть, что своего вы не вносите ничего в святые писания. Вы берете непосредственно святых отцов и дополняете свои книги святыми отцами. И издушение Евангелия становится намного живее становится. Вот так сказать, что ничего нету, тогда будет это не точно. Но связующие слова-то мои между тем, что я говорю, а комментарии отдельно другим шрифтом и друг от друга, то есть от настоящего текста, ну, Блаженного Филакта, они двумя черточками, ну, вы там посмотрите, и видно И.Л, другой шрифт, а как вы посмели Евангелие, комментарии какие-то не... Почему же нету? Библия Лопухина, вы не боитесь говорить? Библия Лопухина, теперь Скоуфилда, Библия Гетца, то есть она называется по имени того, кто внес в нее там толкование или что-то где-то. У меня нет толкования. Да вот Лапкинское учение, нет его учения, но если ты знаешь, то покажи где. Так а вы говорите, надо полное погружение, а, ну, тогда вы добавляйте Лапкинское по апостольскому правилу 50-му, тогда согласен. Я только оживотворил. Ну, стоятель мне говорил тут, когда чуть не плакал стоял. Если бы вы по радио не выступали, не говорили, никто бы не знал, это вы все расшевелили. Теперь звонят непрерывно, люди идут, нас неправильно крестят. Моя вина в чем? Что я глаза свои не позволил заляпать с властолюбием вашим. Так вот. Игнатий, я думаю, информации достаточно. Я буду в течение, допустим, нашей беседы сегодняшней, и там я буду подбирать из других фильмов. И я некоторые буду вставлять, некоторые там кадры, некоторые фразы буду вставлять, пополнять кадры из поездки, из вашей предыдущей, буду пополнять фильм, чтобы фильм был такой более живой, чтобы человеку было достаточно ясно и наглядно. Вот, который нападает, ни одного официально-то нету, который вышел бы и сказал, допустим, вот вставляют Лев Лебедев, священник, и все берут из моих книг, у них как-то толку, у людей нету, для чего я поместил в книгу, что против меня. И у них это доверие не вызывает. У меня Библия вызвала доверие только потому, что я встретил там негатив. Про Давида написано, блудник, убийца, похититель чужой жены. Авраам там женой, говорится, торговал, о всех. И вот это меня настолько тронул, особенно Лот, за черями когда был, я понял, это истина, она не прикрыта. Сталин разве позволит сказать, что он сделал такое, довел жену до самоубийства? Нигде никто, никогда. Библия меня захватила вот этой открытостью, это в меня вошло. Я абсолютно ничего не скрываю. Когда я освободился, то согласно закону о реабилитированных, я иду в суд, и мне достают мои дела, все тома, и я сижу день за днем. Сначала, когда меня садили человека, который должен был смотреть, он сидит в книжку, считает, что я не вырву страницу. А когда узнали, что это невозможно, я верующий, я сказал, это невозможно. Они убрали человека, мне выделили место, я сижу один в комнате. Я выписал все, что враги мои говорили против меня. Где поносили, я все выписал. И все поместил в книги для слова Божия нет уз. Несмотря на то, что меня за это упрекают, вы все о себе говорите, к вам, конечно, так и будут относиться. Меня это не касается. Мне не нужен дутый авторитет. Я перед Богом предстану не таким, каким меня видят одни люди. Каким меня видят, может, все, и главное, видеть меня мой Бог. Я стараюсь во свете лица его ходить. И поэтому те, которые против говорят, вот вчера я нашел еще один выступает, такой бойкий язык. Еще говорит, что Степаненко, если в защитники взял там Лапкина, и дальше он, допустим, я насчитал 53 обвинения. И ни одного нет соответствующего действия. Ни одного вообще нет. То есть он сидел, как говорится, с кондачка, с понтолыку, что угодно гребет и говорит, что я там где-то был, я там не был. Да вот я там-то, и я там не был. Я вот говорил, я не только не говорил, а даже не мыслил так. Вот, ну что он такой? Да это он в детский лагерь, а почему? Да потому что он педофил. А почему вот такой? Ну, а если не педофил? А другой говорит, да нет, у него это там жена. А, так это садист тогда. У него садистский характер такой. То есть, если одно не получилось, то мне сразу другое. Мне смешно, и отвечать некому. Я понимаю, эти люди отвержены, без имени, отребья земли. Писание их называет так. А он бы вышел конкретно, сказал, такой или не такой, ты меня не люби. Я тебя не прошу любить. Я, говорится, не сахарная девка. Но ты меня хочешь сильно уязвить. Но удар должен по мне быть. А ты бьешь-то куда-то там, даже не моя тень, по чужой тени бьешь-то. А ты меня узнай. Но в то же время положительно. Они крутятся, бьют, они знают самую суть. Если когда до сути-то дойдут, а они сейчас только друг у друга воруют, как лжепророки-то, вот тогда для меня наступят жаркие денечки. Мне надо будет тогда конкретно отвечать, потому что написано. Никто книги-то не читает. Ничего нет. Но тут нужно сказать, когда ко мне на занятия ходили люди, в университете, вот записка. Я вот хожу на ваши занятия уже, и у вас все занятия, вы все время говорите, учителя, учителя виноваты. А священники сидят, такая же записка от священников. Вы все время только против церкви. Записка от коммунистов. Вы в каждом занятии все время гвоздите коммунистов. Я говорю, все-таки я чем занимаюсь на занятиях-то? То есть достигло вас. Я говорю слово, и выходит человек из церкви, и говорит, опять только против меня, все. А рядом стоит священник, один из священников в храме. Миша, а почему ты решил, что против тебя? А я стоял и думал, ну, Игнатьев все про меня знает. Я понял, что все слова его против меня. А третья стоит женщина. Она говорит, да нет, это все про меня говорил. Вот это и есть Божья милость, нечеловеческое искусство. Дойти до глубины души, не называя имен, фамилии и мест. Я разговаривал там о машине что-то, а он говорит, а вы про меня сказали. Почему? Да вы же еще в машинах не разбираетесь. Я говорю, а как ты узнал, что я не разбираюсь? Так у вас машины нет. А я жил на квартире у человека, который на дому ремонтирует машины. Ну, а я видел это. Иду с геологом, там назвал абразивный инструмент, он отшатнулся, и вы это знаете. Услышал маленько. Вот понимаешь, когда коснется, и должен говорить с сознанием, во-первых, даже не с ущербом, не с поношением, а с любовью попытаться вызволить. А у вас этого ничего нету. У вас задача свалить меня, и не знаю, тебе я нужен или нет. А это никому не удастся. Почему? Наш архиерей Евтихий Курочкин говорил, вам никогда, и где-то говорит о присутствии другого архиерея и священников, никогда не обвините Игнатия вне православия. Он сугубо православный. Вот и все. Я не иду на эти разные компромиссы, мне это не надо. Я говорю, я не сахар. Говорят, они пушистые, как говорят. Но почему слова такие режущие, а я Слово Божие беру? Почему, говорят, сейчас некоторые мусульман были, они вас так принимают, почему тогда они не обратились? Они должны были тут заявить, я перехожу в православие. Понятие, какой уровень-то? Да Господь еврейский народ подготавливал, сколько лет к принятию через Деву Марию-то? Он Деву Марию приготовил пять тысяч пятьсот восемь лет. Ты понимаешь, это у Бога другие планы. Я заложил основание, Павел говорит, а другой придет, польет, посеет. А сеющий, поливающий, ничто. Вот и все. У меня такая роль. Да, я был, да, я разбирал Коран, я им говорил, а они вас не убили, почему как Сысоева. Почему Сысоев святой, а я грешник, как-то при жизни провонял, как удостоялся. Моя задача, дайте задуматься о главном, о спасении своей души. И она возможна только через жертву Иисуса Христа. Я говорю, о них жертву. У меня другой совершенно подход. Да кто-то, Даниил Сысоев, вам кто? Никто. Он святой. Я не такой. А был бы он живой, он бы у меня может гвозданул по черепу не один раз. Я считаю его труды. Теперь я говорю только о том, что он мученик. И говорить о нем, как говорят некоторые, известные, что вот он такой, Сысоевцы там появились, Сарионовцы, у меня язык никогда не повернется. Всех, кто сейчас и о нем говорит, которые его община проповедуют, о них надо молиться, чтобы все эти энтео и прочие не изобрели в другую степь. Не опорочили святое имя отца Даниила. Меня говорят иногда у вас какое-то такое раздвоенное. Я говорю, почему раздвоенное? У меня расстроенное. Я как гражданин и как христианин отвечаю. Ну, я делал высвечивающие. Как гражданин я за смертную казнь маньяков и проще. Как христианин я этого не могу сказать. Вот и все. Нет, ну вот опять же вы так говорите, а я уже думал не раз над таким вопросом вот о вашей бескомпромиссности. Люди просто живя, проживая жизнь, они никогда не задумывались над этим вопросом. Человек всегда ищет каких-то компромиссов, каких-то отходных путей, каких-то окружных, околичных путей, отходов каких-то готовит себе. Вы живете такой жизнью, что вы ни в чем не ищете компромиссы. Вы сами себя угаряете и наказываете. Мне кажется, вот это вот людям более неприемлемо. Люди боятся такой жизни. Люди считают, приводят Амоса там 8-11. Господь говорит, пошлю жажду, голод. Не голод хлеба, а жажду слышания слова Господня. Юноши и девушки будут истаивать от жажды и будут ходить от моря до моря. Я говорю, вы считали? Да, у нас песнопение есть. Скажут люди слово Господне, пусть же вернется к нам. Сколько людей не вызываете, оно не вернется уж к вам. Поют. Я говорю, вы дальше пошли, а что дальше? Тут все понятно. А я понял так. От моря до моря пойдут люди. А я решил, я пойду к этим людям, пока не наступил этот момент. И я должен снабдить их запасом хлеба. Самым ценным. Мы везем Евангелие, Библию, все раздаем даром. И все изменяется не одним экземпляром, а многими тысячами, десятками тысяч экземпляров. Вот как. Я услышал, говорят, да это невозможно. Там паспорт сегодня, биометрические там данные, там не получить. Да у вас еще такая биография. На бог. Как Распутин, Григорий Ефимович говорил. Получил паспорт. Так это невозможно не проехать. Возможно. Мы уже край Европы отщипнули. Только не ездите в эти, в мусульманские, особенно в Чечню, в Азербайджан. проехали, везде нас приняли. А причина в чем? Молитвы. Тысячи людей молились об этом. И мы можем сказать, я никого не опровергаю, Бог делает так, как ему угодно. И мы считаем, нас на это дело Бог поставил. Мы идем, а может не вернемся. Ну, такое счастье не все удостаиваются. За благовестим умереть, с прекрасными ногами быть, прекрасные ноги благовестующих, и ими прямо взойти на небо. Петра когда распяли, то Златоуст говорит, и ноги кверху, как будто шагает на небо. Вообще, вас в день вот все равно ухайдакают. Мы молимся, а уж как Богу угодно. Компромисс не должен быть. И нам говорят, вот опасности. В моей жизни еще ни разу не было, где для дела Божия я бы сказал, это невозможно. То есть, вообще весь, я делаю вещи, все сознаются, невозможно. В советское время вот это все насчитать, тысячами экземплярами распространить, это невозможно. Но это все позади. И было сделано именно в моем доме. Почему? Это избрание Божие. А у вас гордость, мне некогда думать, у меня новое задание. Это все судят люди по другим меркам. Меня, прежде чем на это дело поставить, Бог прожег на десятки раз. Да он из дурдома не вылазил, его брали, два раза брали в дурдом, да ни разу меня в дурдом не брали, это брали в армию только. А служил-то не где-то в ракетных шестях, и стал говорить о Боге. А это время было злоупотребление психиатрии. А потом, дураков они не судят, а я судимый, лучше наказательство. И в книге у меня лежит отзыв из психиатрии, что не больной. А вас-то, я говорю, не проверяли, еще вы, может быть, дураки стопроцентные. А у меня-то алиби в книгах, у меня зато гументировано. Полторы недели на исследование уходят, меня полтора месяца ждут светило из Москвы, из Института Серпского. И когда мы проверили, я проверен был, и показано было ни в чем, ни виновен, так там собрались эти сестры, они плененые буквально были. Я гляжу, они там шабутятся, ходят. Я одна только сказала, мы вас сегодня выписывать будем, так наши сестры решили вам с собой кое-то. И вот такие полные мешки, я их два братца назвал, они набили галетами, там с чем только не набили, полные два мешка, и еще наказали охранникам, чтобы меня никто не трогал, не отобрали. Мы, говорит, на пенсии никого так не провожали, как вас. Впервые из психиатрической, это называлось, судебной экспертизы. Я там был, и что? Полная покорность. И вы показали, бесстрашно ходил по этим, по палатам, бесстрашно, безбоязненно, беседовал, говорил, но нигде не надоедал, не было назойливости, со всеми мягок, теплый характер. Вы почитайте мою биографию из этого дома. Какую дали? Да с такой биографией это уже не в тюрьме, надо сидеть, а к президенту постучаться. Люди этого ничего не понимают. Для слова божьего нет. Возьмите, прочитайте, она в открытом виде. Они не знают, но и позже. Я думаю, мы ведем такой поверхностный разговор, я думаю, нужно вот немного рассказать о том, что за психиатрия, где, в каких лагерях вы были, вот хотя бы немного так для людей, потому что людям очень интересно, и конкретной информации не имеют они. Хрущев сказал, у нас нет политзаключенных, а есть сумасшедшие. Этого было достаточно, все экономыслящие стали попадать в психиатрию. Генерал Гиргаренко, Петр, выступил против этого режима. Туда, вот, Некипелов и пишет, институт дураков. Вот как раз эта книга, как он был, там такой знатный человек, и он все это исследовал сам. Они врачи его исследуют, а он их. Да, в армии я был, взяли 303-й военный Хабаровский госпиталь, куда я постарался нынче проникнуть и создать им библиотеку. Я оттуда вышел живой. И ко мне туда мама даже прилетала. Они ничего не нашли, ничего нету. Но они только угрожали мне, накачивали, всякую паку сделали, но разум только молился, чтобы Бог не повредил. Теперь то, то, что дал 303-й военный госпиталь, заблокировало мне путь в университет. Вот для чего нужно было. Чтобы не выехал за границу, я в ракетных частях служил. И, а я-то готовился в МГИМО поступить, Институт международных отношений со знанием языков. А они мне сделали так, я тогда не знал, что означает в военном паспорте вот эта статья поставлена. опыта не было. Я сдавал в такие учреждения высшие конкурс 14 человек на одно место, и я его проходил свободно. У меня одни пятерки. Мало того, еще за три варианта, которые у других были, успевал решить и им записки передать. Но через три дня меня из университета с любого выгоняли. Теперь я понял, это благо было. Благо. А уж когда арестовали, арестовали, то тут исследование, следователь попросил, у него, так сказать, такое было, а нет еще. И теперь эти, которые в Новокузнецкой, Новокузнецкой, Кемеровской, Кемеровской, через Новокузнец провозили судебную экспертизу, и они теперь исследуют то, что там написали в военном госпитале и говорят, этого ничего нет. Ничего нет. Все годы подтвердили, все справки собрали. Какое мое отношение, какой разговор, как я себя здесь веду. Ну, профессор приехал в Мазур, Моисей Аронович. Все, рассказывать кто-то такой. И вот, он исследовал. И все это, до буковки, помещено в моей книге для слова Божия нету. Она в открытом виде на сайте. Там, вот я, который посылал вам, там, и биографию. Вот и все. А второй раз, а второй раз никто никуда не брал, сразу в тюрьму. Но, когда я был уже реабилитирован, я добивался, меня психиатрия держала на учете 26 лет. А мне-то за это не заплатили, потому что государство не предусмотрело ничего, кроме снятия вин. Ну, нет и вины никакой, и все нету. Но заплатить за это, за тюрьму заплатили, за лагерь заплатили, как в тройном стаж идет. Я сидел, допустим, 5 лет, мне за 15 лет засчитывают. Если 20 лет, мне засчитывают 60 лет. Так получилось, что один человек, он 55 лет, а рабочий стар 60 лет. Люди спрашивают, не может быть, может быть, согласно указу. Вот, вот и все. Здесь вот нужно подчеркнуть еще то, что из вас хотели выбить все знания, ваши таланты, дарованные Господом, о том, о вашем слове, о слове, которые вынесли, о Господе, людям, вот из вас хотели с помощью этой психиатрии выдолбить это слово и лишить вас этой памяти и разума вашего, лишить. Ну, как видим. Это самое страшное, что было изобретено за советские годы. Это Никипелов пишет. Институт дураков. Просто надо книгу откройте, в интернете ее найдете. Он сидит, врач, передо мной. Меня связали. Будешь верить в Бога? Буду. Сейчас укол дадим, разум отнимется, и вы, скажем, сошли от веры сумма. Вот тут я вздрогнул. Тут я, еще не имея Евангелия, это 62-й год был, 61-й даже, конец, и я очень сильно молился. Ну, и там указывали. Один там у меня был офицер, его захватили, он думал быть космонавтом, у него что-то, видимо, на этом деле. И он мне говорит, вы не разговариваете здесь, иначе они вам такое сделают. Просто молчите, и все. Я решил молчать. И три месяца от меня ни одного слова никто не услышал. И все считали, это не мой, они разговаривают нигде. Но когда заходили, а там заходишь, курилка-то огромная, в госпитале-то, там я начинал говорить о Христе. Это все поместили туда. И говорил даже там, в туалете, говорил о Боге. О Боге говорил. Но когда меня выпускали, а выпустить может и не выпустили бы, я сумел передать на волю, а отец-инвалид войны без руки приехал, и меня все-таки вытащили оттуда. Но они под конец меня, уже отец сидит приемный с матерью, чтобы меня вытащить-то. В это время меня еще раз валят, подключают и литровые, или полторы литра банки, и накачивают, у меня вот так вот тело все раздувается-то. Им сказали, вы его привезете через короткое время к нам обратно. И во мне полыхал огонь. Представь, зима. Я приехал в деревню работы, едем далеко, там селосные где-то кучи набрать. Я один лежу на тракторных санях. И у меня ни холода, я ничего не ощущаю. Домой приходить, бетонщик стоит с молоком на улице. Молоко холодное это смерть. Я его долблю ножом, и только такое мог пить. Ни грамма никакого алкоголя. И вот это все победило то, что они мне навешали, что закачали. Это месяца три-четыре прошло, и дальше тише, тише, тише. Они все могут, как волшебники белых халатах. Вот и все. То есть я испытал самое ужасное, то, чего не было ни в гестапо, ни в гулаге, советская психиатрия. А потом, ну, конечно, это все злоупотребление, вы понимаете. Что понимать? Надо вперед двигаться. Было, не было. Я зато знаю, что это такое. А который начинает на это цепляться, я говорю, у меня справка есть. Меня судили, дураков не судят, их лещат. Для этого и справка есть. А вы-то, которые нападаете, у вас ни справки, ничего нет. У меня есть полное основание думать, что вы ненормальные. Обвиняете в том, чем не знаете обвинять. А на вас падает это правило. Недоказуемое падает на вас. Вы должны теперь ответить по той же статье. Второзаконие 19.19. Я замечаю, вот, людей, людей замечаю, которые с вами знакомятся, которые узнают вас. У них у всех возникает один и тот же вопрос. Как же так? Человек проповедует Христа распятого, проповедует благую весть и не подцепишься ни с какой стороны к этому человеку. За что же по сей день на него идут такие гонения? За что? Неужели нет здравого ума у этих людей? Ну, это исполняется Слово Господне. Гнали меня, будут дать и вас. Вот наличие врагов это один из самых мощных доказательств, что человек идет не общим путем. Апостол Павел говорит в посаде Галатов. Если я и до ныне, проповедую обрезание, за что же гонят меня тогда братья? То есть приходили учителя, которые навязывали иудейские ветхозаветные обычаи и говорили, если не обрешетесь, то у вас еще не получится. И они говорили, которые уже обратились, и говорили, ну Павел-то говорил, не надо обрезание. Как не надо? Он Тимофея обрезал. Он проповедует обрезание, вы просто недопоняли. Он такой же, как мы. Тогда Павел говорит, если я и поныне проповедую обрезание, как они, так за что же они меня тогда гонят? То есть я такой, я православный, но я не такой. Я не стандартный православный, я евангельский православный. А у них как? Евангелие проповедуют. Баптисты, это Библия баптиста. Если я говорю, в церкви должен быть строгий порядок. Каноны. Ху, это старовер. То есть шаблонное мышление, у него может быть одна или две ямочки в мозгах. Шарик никуда не может выскочить. Но при чем тут я? Это твое уродство? Ты об этом излечении думай. Я их ни одного не обвиняю. Я знаю, что они Бога не знают, страха Божия не имеют. Это доказуется их словами. Вот они даже я узнаю, иногда в открытую выходят, очень редко. Я им ничего не могу ответить. У меня все сказано. Но в моей биографии ты ничего не узнаешь. Ничего, кроме того, что КГБ узнало. А они меня исследовали до прапрапрабабушки. Я все это поместил, что Бог, что есть. Я после этого писал, какая у меня была кличка, когда я был у них в разработке. Где те материалы, которые не вернулись. И на все получил документ. Этот документ КГБ я поместил тоже в книгах. Какой номер, от какого числа, какой подписался подполковник. У меня вся моя биография здесь. Кроме того, в 15 томе открытым оком и в 16-е 84 биографии наших людей, которые дома написали, как они уверовали в Бога и как они пришли в общину. Почти все через занятия в университете. Ну пусть они покажут своим прихожанам, вот священники ропщат. И скажите, дорогие, любезные братья и сестры, когда братья и сестры нельзя говорить только братья, слово сказать-то. 68 раз в Новом Завете говорится братья, ни разу братья и сестры. Они вообще не понимают. И вот напишите, как вы пришли к Богу, как вы пришли в храм именно к нам. И пусть они дома напишут, а вы публикуете в отдельную книгу. Не получится. Во-первых, писать нечего, во-вторых, вам не издать книгу, ее не читать никто не будет. Все одинаково. Я с детства ходил и позже. У нас считают люди запоем. Повторяю, 15-й и 16-й том открытым оком. В интернете зарядите. Книги Игнатия Лапкина. На нашем сайте все они. Вы будете считать, забудете про свою биографию. Почему? А она интересна во свете Евангелия, во свете Библии. Как они пришли на занятия. Вот представьте, пишет одна девушка. Она много прошла. Была там у кришнаитов. И где она только не была. Она ищущая была. И вдруг едет дорога в автобусе. Ну, в автобусе как там? По неволе сжимают друг к другу-то. Ну, и ее прижало в угол, и две женщины стоят и разговаривают. Одна давно уже ходит на занятия, а другая недавно. И они говорят о Боге. Она уши сразу к ним. И они говорят, когда занятие-то следующее было? Да, в пятницу, вторник-пятницу-то. А ты давно Лапкина знаешь? Да я-то третий год уже хожу. Ну, и как? А этот-то слушает, стоит-то. Наталья-то. И она тогда к ним и говорит, а вы про что говорите? Вы про Бога. А где это такое? Они говорят, технический университет. А другая говорит, а мы преподаем в педагогическом, аграрном университете. Там, ну, я в разных пяти университетах. А где это? И она, а у ней вопрос на вопрос. Она священником задавала. Какой-то священник Гусев был, Алексей. Он узнал, что Игнатия, она хочет пойти или ходить. Она только ему задала вопрос, кажется, искать. То он ее как пришпилил и даже не думал об этом еретике. И вот она пришла, у нее вопросы. Вопросов у нее немного было. Больших вопросов примерно семь. И вот она теперь описывает все. А я, говорит, зашла, а вы на меня взглянули. И я села на первую парту. Кто-то, видимо, вышел или в свободное место. И вы говорили, говорили вот об этом. Потом еще на меня взглянули, перестали рассказывать и стали отвечать на мои вопросы в том порядке, в котором они у меня были. Я, говорит, все поплыла. Все ее сердце, все было здесь. Я получил окончательно навсегда вопрос. Другая, муж и женой идут, настолько уже они рассорились, решили, мы расходимся, и идут объявления висеть на наши занятия. Ну, отскуки на все руки. Пошли. Давай зайдем, зайдем. Точно так же. Открыли дверь, заходят Светлана и Юра Зайнудиновы. Вы тоже на нас взглянули, но мы поняли, вы говорили о таком там, спрашивали вопрос про войне, и вы сразу стали говорить о разводе. Для нас. И мы вышли уже, обнявшись. Все. Можно ли это знать? И тогда говорят, а мы узнали, Игнатий много лет учился у экстрасенсов гипнотически, ну, как, вроде Киприан, Карфагенский где-то. Нигде я не учился. Я учился у моего Христа, у ног его сижу 50 лет. Вы вот такой инструмент заведите, вот я вам покажу его, показываю, вот это, щетки. Вот я смотрю, ну, 8, 9, 12 раз заход я должен сделать днем. И считая, и считая, и ночью там где-то. Вот и все. У ног Христа. Это невозможно знать. Это нельзя знать. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Это знает только Бог. Я вот это говорю, я это буду слушать, я скажу, что он на себе говорит? Я о Христе моем говорю. Как он совершает свое избрание и жаждущим подает пищу, подкладывает в свое время. Я испытал это при моей жизни. Поэтому закат солнца, он заставляет меня думать, не сегодня ли я буду с Господом. Утренний восход зари. Я думаю, не в этот ли день ты отзовешь меня. Вот и все. Я люблю моего Господа. И хочу, чтобы люди знали, что служение Богу может быть без приглядов в глаза. Тебе нравится, а меня за это не будут преследовать. У меня не было ни разу, никогда, нигде такого состояния. Я могу замолчать. Замолчать, потому что чувствую не время, а не из-за угождения какому-то человеку. Но его я держу на учете, и вижу, в нем настроение меняется, я постараюсь подойти. Я не дед Щукарь к Нагульнову, когда в партию вступать. Геннадий Иванович, хочу еще такой вот вопрос поднять о узости взглядов сегодня православных людей. Это вот такой пример мне сейчас в голову пришел. Я общаюсь, общался точнее, года два надо с священником, с одним. Точнее, даже не общался. Он заказывал у меня иконы. И в конце письма ему постоянно писал «Спаси Христос!» «Спаси Христос!» И, видимо, в один день он не выдержал, как-то и пишет мне, что это за «Спаси Христос!» Нас такому не учили. Нас учили говорить «Спаси Господи!» Понимаете как? То есть вот это уже выход из каких-то малейших выходов, драма, его уже ранит его слух. Отвечаю. Этот человек имеет не все данные перед собой. «Спаси Христос!» Князя Владимира в России поселял всюду. И ты можешь это проверить, встретиться со старобрядцами, которые держат старый обряд. А ты теперь сделаешь «да кто и другой одинаково!» «Одинаково, да не одинаково!» «Спаси Господи!» могут сказать «и люди неправославные!» Да еще тут будут говорить «Спаси Бог!» Да «Спаси Бо!» Наконец буквы нет и «Спаси Бо!» Примеры. Мы едем. У нас билет бесплатный, работаем на 100-поезде. Но мы не узнали, что остановку в дороге в один конец можно делать только одну. А мы ее сделали, вынужденную остановку в Москве, нам не надо было останавливаться или где-то печать поставить. А мы решили остановиться в Пензе. Когда мы сказали проводнице, она посмотрела билет и говорит «А вам нельзя, иначе билет пропадет». А мы-то уже слезли. Теперь мы стараемся опять на поезд на этот сесть, с этим поездом дальше ехать-то. А на вокзале, а по динамику передают поезд такой-то 89-й отправляется с первого пути. Ну, назвали, идет на Ташкент. А мы у кассы стоим, не можем в билет-то поставить компостировку-то. Она ушла куда-то, проводнице-то. И мы стоим с вещами-то. Ясное дело, что мы проиграли. Мы говорим «Мы мячемся, а куда уйти-то? Мы привязаны-то». И группа она приходит «В чем дело?» Я говорю «Да нам нужно поставить, мы не зря слезли-то, у нас пропадает-то». Она говорит «Так он ушел». «Где? Да вон, говорит, он уже, видно, вагоны мелькают-то. Господи, да что же делать-то? Поезд остановился. Он остановился, последний вагон. Она нам ставит «Штамп», мы выбегаем, кто сорвал кран или что-то, ну, поезд когда тронется, и уже последний вагон не останавливается обычно, они уже почти совсем. Мы заходим. Время уже к утру идет. Ночное время. Мы идем, наш человек шесть. Мы всегда или восемь даже с своими узлами через вагоны идем. Доходим до ресторана, там дверь закрыта. Но уборщица убирает. И мы через вагон ресторан проходим. Проходим, потому что нам дали в свой вагон, где мы были. А вагон-то третий был с заднего, а их вагонов 15. И мы идем туда. Один из нас, Саша Долгов, уборщица это и говорит. Спаси Христос. Если бы сказал Спаси Господи, никто бы не обратил внимания. Он громко так, такой здоровый, могутный. И говорит, Спаси Христос. Мы дальше идем и ничего больше не знаем. Дверь закрыли. В это время из купе, где проводники, открывается дверь, полусонная выглядывает. А она ресторан, в ресторане это, директор ресторана там. Где Христос? Какой Христос? Эти Иисусики ходят тут ночью, пошли. А куда они пошли? Да откуда я знаю? Все с бородами какие-то. Христос. А вот как раз, когда так сердцу нужно было повернуть сердце свое, чтобы защитить народ еврейский, вот там сон пропадает. Вот здесь точно так и получилось. Она не спит. Оказывается, у ней большие были переживания. А она утром посылает, которая идет, разносит там сутки, супом торгует-то, и ищет, и наконец видит с бородами все купе. А вы ночью просели? Да, ночью. А вы не могли бы к нам в ресторан прийти? Да мы не ходим никуда. Директор вас зовет. Да ка че мы будем? У нас пост сейчас идет. А вам постную пищу дадут? Ну, пойдем ли и пойдем? Пойдем. Пришли. Директор спрашивает. Это вы сказали о Христос. А что вы о Христосе знаете? Слово Христос. И в этот день я в ресторане полном четыре часа стоял и проповедовал. Четыре часа. Вы найдите мне сегодня одного в Российской Федерации, кто в движущемся поезде стоял бы открыто до советских годов и четыре часа проповедовал. Но я кому-то, видимо, уже надоел. Один подходит. Книжечку красную открыл. Я прошу прекратить заниматься агитацией. Сотрудник КГБ сразу буквой Ф директор надвинулся с него. Сотрудник, да ты ж у меня вчера на карачках выполз отсюда. Он пошел отсюда. Извините. Галантно, они компетентные органы. Сел и больше не разу заулыбался и все. Я иду через четыре часа домой. Они спрашивают, ну что вам, ну как-то же надо где-то. А она места не найдет. Она ликует буквально. Это надо видеть. Все работники здесь. Проводники там, которые в других вагонах собираются. У меня обычно все переполнено где-то. Я говорю, сейчас пост еще нельзя. Ну что-то вы любите пост. Я говорю, картошка нечищенная и такая, чтобы она не мокрая была и только нож порвался. Не разваренная. Мы сделаем на пару. И правда. Они это сделали. На большое блюдо нам дали. Я вот так блюдо это несу до Найские дары. И через все вагоны идем. Так они еще раз потом пришли и узнали, что нам нужно. Да еще раз пригласили. Одно слово Христос. Сказал бы спаси Господи, ничего этого не было. Так это еще не все. Мы сидим здесь. Это слово Христос работает дальше. Одну женщину из какой-то области делегировали в Москву достать Евангелие. А они не достали. А мы достали. И она идет, ее Господь подворачивает к нашему купе. Она говорит, а мы садимся, все крестимся, мы же православные. И она такая печальная. Я говорю, а чего ты печальная такая? Она говорит, так вот послали, я съездил и с пустыми руками возвращаюсь. А у нас Новый Завет достали. Я сразу совещаю, скажите, мы можем еще где-то надеяться достать-то? Мы тоже за Евангелием уехали? Да у нас всегда найдется. А мы можем ей подарить? Можем. Радость этой женщины нельзя передать словами. Как она ликовала, она целовала, она плакала, целовала Евангелие. Вот как Бог делает. Это из одного слова Христос. И поэтому я всем советую, слово Христос поминайте, во время и не во время, к месту и не к месту. Чтобы слово Иисус Христос звучало, наполненное радостью, смыслом. И люди очень часто бывают спрашивают, почему у вас такое настроение всегда такое легкое? У нас соседняя деревня, а они бывшие наши деревенские, он туда переехал, его избрали председателем колхоза Шерстобитов Геннадий Павлович. Дочка ему говорит уже взрослый, пап, поехали опять по Теряевку? У них как-то все время весело, у нас все, у них по Теряевке ничего нет, только строится, там вообще ничего нету, палатка стоит, ну почему они такие все всегда веселые там? Но у нас все есть, и все какой-то сумрак такой, у него даже мать, такая хорошая мать, лежала болезнь и выдержала на кровати повесилась. Понятно, что это наложило большой отпечаток. Его отца берут простую болезнь и аппендицит зарезали на столе. То есть это все наложило отпечаток, и люди вот такие, а у нас ничего этого нету. Вот что значит слово Христос. Поэтому если кто спрашивает, мы отвечаем. В имени Иисуса заложено все. Я не имя, как говорится, там Божьи имени, как их называют, имя Божьи кита. Но Давид говорит, слово Твое превыше всякого имени. Имя я произнес, привлек внимание, а дальше начинаю свидетельствовать о Христе, о любимом, любящем, ждущем нас. Так. Это вот тоже ведь у бактинстов, у пятинисетников они называют по имени Господа. Они в основном уже говорят Иисус. Да. Я заметил тоже в лекциях или где-то они называют одно слово не там Господь, никак бы, иначе именно конкретно по имени. А как же все-таки имя и Христос, какой Христос имеет большой смысл. Потому что Иисусов было несколько. Иисус Новин, Иисус Сирахов, там встречается около пяти человек. Христов практически все цари из Иерейских хорошие и плохие это Христы, помазанники. Помазанники. Даже языческий царь Кир тоже помазанник в оригинале Христос. Но Христос, именно Иисус, который помазан от Бога, исполнен Духа Святого. И поэтому иногда называем просто Иисус Господи Иисусе Христе Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Видите, вместе произносится имя Иисус Христос. Сына Божия Недорона и же от Отца Рожденного. Иногда отдельно поминается, иногда все вместе. Равную силу имеет. Я встречал не помню где, не помню когда тоже священник по этому поводу выступал и что-то он затронул и тему и он сказал снова допустим спаси Бог да он отвечает может быть и над себя не знаю он говорит ну вроде-то разные бывают вот Бог у каждого свой а Христос то он один один именно так и когда мы мусульман были мы это имя старались везде произносить и в молитвах и везде а так как они Иисуса признают Иса никак не могли противоречить а теперь я говорю вот полноте что мы знаем о Христе и Библия у них есть считают и я никогда не ускорял события вот хожу я в тюрьме меня принимают редко кого так принимают скажут что ты хвалишься хвалюсь моим Господом чтобы быть я настоящее имя нашу исповедник Христов я не мученик но я исповедник я сидел за имя Господне и вот запрещенные знают что я каторжник их расположение ко мне особое какой бы священник ни был если он не был в тюрьме они понимают ты наше не испытал ты баланду не хлебал ты на клопов шею тут не кормил ты все не знаешь я это знаю и поэтому когда я с ними беседую я вижу что как они относятся как они задумываются потому что я один из них я быстро вхожу в эту роль какие ему можно еще слова сказать на чем заострить внимание приходящие со мной этого не знают они спрашивают а почему решили так вот разговор поговорить а я гляжу кто передо мной стоит это опыт личный опыт если я говорю ему это имя в первую очередь надо ему умонтировать Евангелие Библия и Христос я всеми путями стараюсь закрепить его на этом а если он не так понимает а если это мусульманин я знаю сколько и на какой период времени я хожу 17 лет лет не пропуская ни одного недели выступаю раз в месяц перед всем контингентом в тюрьме обслуживающим персоналом офицерские там охранники и ни одного человека не привел меня спрашивают а как это может быть вот мы ходили там у нас столько покаялись у меня никто не покаялся кающиеся были но для принятия мы ни одного не можем тот не бросил курить другой еще что-то мы очень серьезно относимся пусть вот когда нападают на нас пусть найдут одну общину у сектантов у православных которым было бы дано задание вы им свидетельствовать о Христе но никого к себе не зовите так вы тогда умрете вот такое дело у нас запрещено звать к себе мы не вербуем не тащим никак все до единого 444 пункта города везде я выступаю заканчиваю всех направляю в храмы московского патриархата вот это загадка для всех а почему тогда попы воюют это означает что я не такой как они и они понимают для них ни баптисты ни католики ни масоны ни коммунисты не представляют такой опасности как я разрушается их благоутробие а они видят во свете который мы даем через Евангелие что они никто что они падшие что они развращают народ я это только говорю а баптисты они отвергли их не хотят слушать а здесь мы бьемся за то чтобы православие во всей красоте встало потому что ничего чище правильнее целомудреннее нету я это докажу любому самому духовному священнику и другой веросповедания или сектанту но это только теоретически практически мы ничего показать не можем почти не можем единицы на одной руке вот так Иван Техович вот такой вопрос я на днях тоже на прошлой неделе с женщиной разговаривал вот сейчас в церкви практикуется такой вот способ ну немного сектантский да как заманивать окружать человека и со всех сторон его как-то убеждать и какими-то непонятными способами его удерживать в церкви вот Христос сказал иди и пей вот можно ли православной церкви церкви вот таким способом обрабатывать человека то есть вот православие никого не обрабатывают православие сегодня это улица мир перехожу в православие нельзя сказать некуда переходить все православные все танцовщицы православные все блудницы все все православные нельзя этого говорить и ну как я могу сказать а можно ли так я еще раз говорю вот к нам человек хочет попасть и говорит я так полюбила вот ваше общество и вот вы ну из церкви из патриархийных мы выходим на улицу еще разговариваем ну как к вам попасть только через занятия а на занятиях она пишет ну вот я пришла на занятие но мне охота ваше богослужение посмотреть это не все мы тогда спрашиваем ее вот вы ходили кто к вам расположен кого вы больше всего выделяете из наших ну аудитория полная она говорит я познакомилась с Ниной и вот это вот Валя мне хорошо ну прям вот теперь приглашаю их домой чтобы они сходили к вам домой сходили к вам на работу если студентка сходили куда надо к преподавателям мы должны тебя узнать тогда а тогда посмотрим теперь они идут на дом узнают узнают если может и у соседей действительно ли это такая душа вот а вы можете кого-то показать который вас знает вот такие теперь они должны сказать на работу сходить или где-то вот как мы проверяем человека чтобы один раз допустить к нам почему и написали в общину говорит Лапкина попасть нисколько не проще чем в отряд космонавтов да-ка зачем за тем что мы никого не притягиваем ну а причина какая потому что они могут увидеть и разочаровать все у нас одна причина мы карикатура на христиан да вы что да у вас тут не пьют про это даже не именуются это в наших глазах овощах божьих мы можем совсем другие быть а человек к нам уже просится тогда ему ставим условия ты если к нам пришел мы тебя проверили приди с паспортом запишем данное но в следующий раз тебе ничего не надо делать ты только приходи тебе разрешено с соглашенными будешь выходить а я крещеный без разговора с батюшкой без заказательств без тех которые тебя видели что ты крещен в полное погружение у тебя должны быть свидетели если это нет ты не крещеный для нас где такие правила то есть это все в пустите ни у Кочеткова ни у кого ни одного не останется но это еще не все он у нас получает расширенное широкого профиля понятия христианства мы ему говорим если ты к нам не пришел но в следующее воскресенье ты пошел в московскую патриархию или к католикам или к баптистам или к мусульманам нас это не касается но когда ты придешь к нам через три недели мы тебя спросим дать отчет за все три воскресенья если ты куда-то ходил вопросов нет это твой выбор продолжаешь к нам ходить но если ты нигде не был мы предупреждаем больше к нам ты не попадешь снова придется знакомиться чтобы ты чувствовал ответственность обязанность что душа твоя стремится к Богу а куда пойдешь я тебе как могу звать куда я могу сказать самое лучшее это пойти туда где ты слышишь слово Божие а мне нравится у баптистов твой выбор но ты воскресенье чтобы занял служение Богу где еще так делают они отчего скрижешься зубами они ничего этого достичь не могут но когда говоришь они сидят у меня тут архимандрии это игумены бывает тайна ночью я все у себя это сделаю я так же год проходит что сделал ничего я говорю начало мне ты что думаешь поп свои же там свои его прихожане да поп то смехнулся а почему что с ним да он к Игнатию ездил ааа это к раскольнику к этому еретику к севдо православному ну дальше все эти навороты они меня мешают не знают с кем я из СРУ из КГБ с мусульманами они не знают кто я они не знают а ты знаешь я знаю я знаю я христианин христианин без всяких добавок а потом добавлю православный а если тебе еще не понятно добавлю евангельский православный христианин и по силам моим стараюсь сделать 51 год я ни разу не пошел на компромисс с моей совестью ни разу и никто меня в этом не упрекнул самые близкие брата тараной не брат епископ патриарх секретарь ООН я везде одинаково всем напишу с указанием на суд Божий это я писал и президенту и Брежневу и Андропову и Черненко всем я писал призывая их к покаянию с обратным адресом то есть вот этим мы можем подтвердить что Богу тоже не терпит компромиссов человек должен открыть свою душу Богу прежде чем стать частью церкви ну вот об этом мы всегда и говорим я не могу наставить где но найди место уединенное и начни молиться а уже дальше спрашивать не можем возможно внуки включают там телевидение радио да теперь не смотри для начала для покаяния найди уединенное место найди найди вплоть до комнатушки где вещи лежат а может даже и в туалете тем более сегодня туалеты чище чем раньше склонись перед Богом а даже быть свидетелем хорошо чтоб были ну а еще лучше а еще лучше если ты пойдешь в православный храм и перед батюшкой принесешь истинное покаяние исповедание но это не всегда удается а потом ты это все повторишь батюшке вот так чтобы приводить вот к нам ходит на занятие человек в университет от него пахнет мы его предупредили не кури если курить будешь хотя бы за день бросай курить когда идешь в университет он приходит мы сделали второе замещание ему он стал тайно курить мы отказали а я буду ходить ходить ты не будешь мы тебя вычеркнем из списков и ты не зайдешь почему а ты предупрежден тебя на проходной уже задержат и повернут назад все у него два варианта только не ходить или ходить даже на занятиях не наши люди один грубо обращается с матерью и нам сказали он мать мать у него она туркменка кажется и она пьет и он мать бил так что ее в печку толкал даже когда я узнал я немедленно его вызвал а он до того к нам расположены он там и христианин настоящий я сказал был ли такой да было она развращает мою братишку она не слушается водит мужиков я не считаю ну ты было такое что хватало и в огонь толкал ну там не затолкал и прочее да было попроси у матери прощения и пока к нам не ходи пока не переживешь все это что ты делал ты проклятый с проклятыми мы не знаем ты должен ее чтить любую какая бы она ни была а зазирая в ней грех мы потеряли человека если человек к нам приходит мы сразу говорим вот приходит не сотрудник администрации района где мы живем другой приходит поэтическим даром большим отделенный приходит но они безбородые один отпустил борода другой нет я вот в администрации так а ты где в прошлом воскресенье был да я вот на даче был ну мы же договорились одно предупреждение и мы им обоим отказали приходить к нам ты найди где вот такие правила строгие действуют для нас потерять человека не наша потеря ты перед Господом ты не захотел идти за ним да нигде нету они боятся священники говорят так у меня тогда никого не будет а мы об этом не думаем почему а у нас купюры не шелестят у нас вещи есть все но у нас деньги нету с тарелкой не ходят у нас этого нету у нас вообще деньги никакой роли не играют а почему мы включили святую десятину и все на этом а священник помогает и крышу перекрыть наиши с железом так бы над храмом кочегару платить батюшкой и всего где надо уделяют вот и все первые апостолы первые апостолы написаны храмом иеремия трижды храм Господин храм Господень храм Господей это редко когда три раза повторяется разрушить основание все поэтому на храм надеяться не надо а нужно ли его строить где есть община уже община своими силами может построить к мирским не лезть не занимать никаких залогов не делать тогда да храм нужен когда есть община а пока общины нет занимайтесь по домам Ну, это вопрос тоже такой его, как бы если не решишь с лёдом-то правильно храмы работать, ну, не закрывай, какой же пример показать, закрыть храм? Ну, что, вопросы в основном кончились? Ну, да. Ну, отпускай нас, брат. Ну, оставайтесь Богом, я вообще не покажу там, что я начну делать, и покажу вам тогда выступление. Да, да, а вот это я всё ужимаю и вставляю, без всяких, мы нигде никаких купюр не делаем перед Богом, потому что мы ждали этой встречи, я к тебе не захожу утрами, чтобы не беспокоить, ты выходи на меня сам, когда нужно, тебе нет, ну, только время, вот по-нашему, это 6, а по Москве это выходит 3 ночи, ну, вот, как говорим, это самое наше время, и вечером по-нашему, чтобы не позже 9, потому что там личное время. Когда говорит у меня, что я в интернете, меня нет, мы трое от одного модема, поэтому я ушёл, а он работает. С Богом. Ну, чё, до свидания. Храни тебя Господь, брат. Слава Богу. Ну, у нас он, видимо, ролик будет великоватый, сейчас там много уже, 9-й час пошёл, но я не знаю. Давай, скачивай. О, тут ещё на меня выходит. Так, всё тут пишет. Так, всё тут пишет.